Виктор Корнеев 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 Технически очень верно был исполнен, по крайней мере, попытка исполнить этот прием уже до итогового, завершающего действия. А это досрочная победа, возможно, была. Но мощи при этом приеме, я у вас даже предметно это спрашиваю, почему у вас ламбек. Потому что вы являетесь действительно хорошим, классным специалистом в грэпплинге. И вот, чтобы осуществить эту кимуру, естественно, необходимы еще физические возможности и давление создать именно своих физических сил. А вот у Алькантара хватило ли бы на подобное действие сил? Как вы считаете? Я думаю, при правильном проведении этого приема сил хватило бы. Потому что именно... Но, естественно, также эта физическая мощь имеет значение, она играет определенную роль. И при определенной погрешности в технике, как раз таки, эту погрешность в технике можно компенсировать физической силой. Абсолютно должен я сейчас вас прервать, Асламбек, потому что это, конечно, композиция Роя Джонса. Он ее поет, сидит, поет, напевает и получает удовольствие от собственного произведения. Да, и аплодисменты дополнительные от аудитории Роя Джонсу-младшему. Конечно, уникальный парень, потрясающий был, величайший боксер, тоже не поет этого слова. И смотрите, продолжает он петь эту, кстати, очень популярную песню не только в мире, и нам может вообще в целом в различных кругах любителей музыки то или ино. А теперь мы вынуждены вернуться к бою от прекрасного рэпа в исполнении Роя Джонса. И у нас начинается второй раунд, уважаемые друзья. Опять, вот Алексей очень верно действует против левши. Правый по туловищу у него постоянно вылетает из его арсенала. Это еще с самого начала первого раунда он осуществлял эту работу. Я помню, как с Алексеем мы как раз готовили его непосредственно к бою против Ксавьеву по Акаму. И тот левша, и мы очень много работали правый по туловищу. И у него это наработано давно уже. Маневр, он сразу четко понимает, если левша, правый по корпусу работает очень эффективно. Очень хорошо справа навстречу, и колено. И тут же подхватывает ногу Алексей. Но вот опять же физически Алексей, как я считаю, по этому бою будет доминировать над Акантарой. Мы увидели, кстати, вот это доминирование в первом раунде. Да, да. Мощь и физические силы, они сыграют роль в этом поединке, если Алексей не пропустит тяжелый удар навстречу. Ну и концовка первого раунда. Мы помним, что был свит, была попытка Кимуры. И сейчас, Максим, пару таких хороших ударов, особенно тот удар справа и колено навстречу, были очень опасно выброшены Эльдемаром Алькантарой. И это означает, что он очень опасен именно на длинной дистанции боя. Да, и у Алексея появилось рассечение, и оно начало кровоточить. Алексею нужно перестроиться, опять же вернуться вот в начало атаки правой по тулыщу. И использовать его такие очень нестандартные корявые ноги, они очень жесткие. А вот сейчас он пропускает с передней руки от Алькантары силовую джеб. Уже в рассеченную переносицу. Справа начинает, справа заканчивается. Абсолютно, это закон в ударке, да, в ударке в боксе. В К1, да и в ММА в том числе, если ты начинаешь работу против левши, ты обязательно должен атаку начинать справа и заканчивать ее справа. Еще с любой конечности ударная техника в ММА позволяет это сделать. Но при этом еще нужно заходить за ногу, всегда нужно заходить за ногу переднюю левши, а Алексей этого не особо делает. Он не закручивает. Да, и вот, пожалуйста, встретил Алькантара на входе в ближнюю дистанцию Алексея. Правый прямой, левый, левый прямой, правый боковой у нас получился. И есть еще один миддл кик. Так, мы знаем о том, что Алексей тренируется, уже так, уже, наверное, полюбил этот тренировочный зал Швеции с Густавсоном All-Star Gym. All-Star Gym, да, тот самый зал. Сейчас, смотрите, в левшу перешел так хаотично Алексей, попытался из левши что-то сделать. Но вот сейчас опять Алексей охотится, конечно же, но вот не за этим он охотится, не хотел он, конечно, нанести удар в пах Алькантаре. Он охотился за бедрами для того, чтобы осуществить очередной тейкдаун. Да, ну и меньше стал ударов выбрасываться Алексея, вы заметили, Максим? Да, чуть-чуть подсел функционально. Именно вот этой активности не хватает ему во втором раунде. И вот мы... Здесь очень жестко. Здесь колено в оба спаха, причем, я напомню вам, это второй раз происходит. Вы понимаете, Корнеев устное замечание выносит в этом случае. Он не дает официальное предупреждение в виде карточки желтой. Хотя я вам скажу, что более строгий рефери мог бы поступить второй раз. Уже второй раз, да, совершенно согласен с вами, Максим. И вот, конечно, Алексею нужно включать этот режим берсерка, так называемого. Ему грязный бой нужен. Да, это его манера, грязный бой. Поединок, выпуская огромное количество ударов, особенно против вот такого бойца, которым является Алькантар. Это, конечно, не Вагаб Вагабов. Это не хорошее уровня боксер и кикбоксер. Это парень чуть другого толка и барную технику. Тем более, в свое время мы знаем его та самая победа, но такая, знаете, на тоненького над нашим прекрасным Альбертом Эйнштейном Туменовым. Очень на тоненького, потому что многие считают, что он даже Алькантаро и не смог тогда выиграть. Ему позволили уже заполучить эту победу судей. В любом случае, это был очень равный поединок. И мы знаем, мало кто может пройти с Альбертом всю дистанцию боя. Это уже определенный знак качества и прекрасно защищается от тейкдауна Фильдемар Алькантаро. Очень чувствителен. И я даже думаю, что причина того, почему Алексей стал чаще идти в борьбу, это вот эти опасные встречные удары. Алькантаро очень чувствителен, он видит движение соперника. Он постоянно выбрасывает навстречу тот же локоть. И, конечно, и удар справа, соответственно. Передняя рука у него очень опасная. Передний, боковой, встречный или в ответной форме очень хорошая. Быстрая рука у него запускает в нужное время. И вот, пожалуйста, локоть. И левый медалкик. Еще одно. Но Алексей здесь должен подойти к своей дистанции и ударить. Левый сбоку в скачке, Алексей попадает и сейчас чуть болтает Алькантаро. Прям буквально он зацепил его левым боковым в скачке. В концовке, это немногие бы, кстати, заметили. Мы находимся непосредственно у клетки. Прям буквально на доле секунды он потерял равновесие. Причем старался он устоять и не показать это, естественно, оппоненту. А Алькантаро суперопытный парень. Здесь, как в колено, он в стуле еще Алексей на себя принял невероятно. Вот мы за ним на повторе это видим. Это как раз начало раунда, о котором мы говорили. Удачные действия со стороны. Постоянно выбрасывают навстречу какие-то удары. Очень хочу сейчас посмотреть левым боковым, как в последние 10 секунд Алексей Ефремов зацепил Алькантаро. Все-таки, наверное, мы с вами не увидим в этом перерыве этот эпизод. Ну и вот, к сожалению, по ощущениям, Максим, не знаю, согласитесь ли вы со мной. И, уважаемые друзья, вы все-таки второй раунд, мне кажется, остался за Алькантаро. И с учетом того, что первый, наверное, забрал Алексей, я думаю, как раз-таки это решающая пятиминутка. Сейчас нужно включаться каждому и вырывать победу. Да, и третий раунд, он уже заключительный. А вот сейчас очень любопытно. И, конечно, я уверен, что мы увидим классный бой, потому что здесь еще нужно... О, право! Алексей попадает в разрез! Здесь! Это жесткое попадание. А вот сейчас Алькантаро... Окурсион Алькантара. И вот они локти, вот добивающие локти. Вышли, Алькантаро, и локти обязательно тяжело. Алексей отправляет спать, красавец! Да, потрясающая победа. А это до буквально этого эпизода правый в разрез был сокрушительный. Он был ключевой удар. Так, все-таки подловил Алексей своего соперника. Немного вытянул на себя. Не понимает Ильдемар то, что происходит сейчас. Вот справа, да, справа. Умница, Алексей умница. Большое умница выполнил просто. И Муса, конечно, здесь... И тот самый его друг, о котором я уже говорил во время эфира. Он готов был вырваться в клетку еще раз. Ну и... Да, очень рады за Алексея, друзья, близкие. Ну и, конечно, прекрасный, прекрасный поединок. И самое главное, прекрасный нокаут. Чувство времени, тайминг, правый в разрез на встречу. И добивающий удары локтями парня. Тот самый неофициальный нокдаун в ММА, которого мы знаем по правилам нет. Потрясающая и яркая победа. Великолепный нокаут. Поздравляемся, Алексея. Прекрасное возвращение после поражения. Аплодисменты, Алексею Дубровскому, Алькантара. Групп фото, пожалуйста.